Друзья, 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 привет, 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 привет. Мне кажется, это плохая привычка начать прямые эфиры с песнями, но мы это так все равно будем делать. Сегодняшняя наша тема, она для меня самой актуальна, потому что текст от личного бренда – это то, что вы будете всегда, всегда, всегда прокачивать, и нет пределов совершенству. Поэтому сегодня буду пищать не я, я вчера тусила, а я вчера очень тусила на дне рождения у своего партнера по агентству Бейкерс, нарушила все правила, и поэтому сегодня я буду пить чай, задавать ваши вопросы, которые вы составили для Даши, нашего прекрасного спикера сегодняшнего. Я надеюсь, она сейчас присоединится к нам, и я включу ее в прямой эфир. Пока что можете мне рассказать, как у вас вообще дела с текстами, пишете ли вы тексты для соцсетей, или у вас есть с этим сложности. Вот, вот и даже, да, что у вас сейчас везде... Так, всем привет, Катя, привет! 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 Я тут делилась с тем, что я сегодня после тусовки, и сегодня от меня будет мало толку, но благо у нас есть много вопросов, и есть ты как гуру. В общем, давай мы для начала немножко расскажем о тебе, в плане того, что я считаю, что тексты — это волшебство, и к нему люди по-разному приходят, кто-то приходит со времен школы, когда, не знаю, какое-нибудь сочинение на тему «Печорин мой любимый герой», а некоторые приходят попозже, когда открывают Инстаграм и понимают, что вот ненавижу снимать видео, а вот хочу писать тексты. Поэтому расскажи про твой путь, как ты полюбила тексты. Сразу ли это была любовь взаимная или были какие-то моменты странные? Ну, у меня вообще история была такая, что я пошла учиться в финансовый вуз, вот, устроилась на работу аудитором и поняла вообще цифры, это вообще что-то не для меня совершенно, и тут на помощь... Да, да, да. И тут на помощь пришла газета, я подала такую заявку в редакцию, вот, говорю, что мне нравится писать, интересно, может быть, я вам могу быть как-нибудь полезна, вот. Мне говорят, ну да, почему нет, вот, попробую. В общем, дали тестовые задания, я это всё дело выполнила, и меня взяли на работу в редакцию газеты, вот. И, по сути, я начала активно соприкасаться вообще с текстами, с статьями, интервью, со всем-совсем, вот. Ну, и поняла, что эта сфера вообще очень такая безграничная, интересная, вот. Ну, и постепенно потом пришёл интерес к маркетингу, и вот с 14-го года, да, с 14-го года я уже начала заниматься копирайтингом, вот. Вот, и я начала тогда личным брендингом заниматься, а ты тогда начала копирайтинг. Вот расскажи, кстати, в те времена люди не пугали слово копирайтинг, и не говорили, что это, зачем это, что это за дьявольская история? Ну, да, конечно. Ну, в те времена, кстати, вообще про соцсети-то мало кто вообще говорил, да, тогда были вот эти сайты, одностраничники, вот это всё, то есть я просто специализировалась на этом как раз-таки лендинге, вот. И, ну, рынок был гораздо уже, конечно, чем сейчас. Сейчас просто, мне кажется, каждого предпринимателя возьми, у него есть или сайт, или соцсети, или да и другое, то есть, ну, это уже. Мы витон не иметь, например, там странички в Инстаграм той же. Так, я сейчас поставлю, так называется у нас прямой эфир, я никогда, если честно, не делала закрепление, надеюсь, у меня сейчас получится. Надо, наверное, опубликовать, а потом, а как закрепить-то? Господи, Инстаграм — это великолепная история. О, всё, прикрепить, шик. Ой, Даша, я тебе прислала вопросы, надеюсь, ты подготовилась. Я, как истинный журналист, решила тебя не валить и не задавать тебе вопросы в лоб. А, знаешь, бывает такая история, когда приходит кто-то в эфир и такой, ты знаешь все эти вопросы, так что я тебе буду их задавать последовательно. А ребята, которые задавали эти вопросы, вы служите внимательно, потому что нужно быть благодарными. Видите, у вас есть вопрос, а у нас есть ответ. Итак, значит, первый вопрос. Какие есть ключевые фразы для привлечения внимания аудитории? Мне кажется, что здесь все жаждут волшебную таблетку, знаешь, чтобы поставить в заголовки. И всё-таки, ого, я буду читать до конца. Моё мнение, что, наверное, таких слов нет. Даша, а есть какие-то слова на самом-то деле? Ну, вообще, мне кажется, это такой широкий вопрос, его можно разбить на несколько подвопросов, про эти ключевые фразы для привлечения внимания. Во-первых, если мы говорим про заголовки, то, понятно, есть клипбейтные эти заголовки, да, где просто почитаешь и хочется читать дальше, да, хочется вникать вообще, что к чему. Вот, есть, опять же, заголовки с актуальными темами. А давай мы просто будем пояснять. Меня тут недавно чуть не распяли о том, что говорят, вот ты говоришь какие-то слова, ничего не понятно. Вот клипбейтные, насколько я понимаю, это Алла Пугачёва снова, не знаю, ушла на покой. Ну, только в Инстаграме это обычно, типа, «И в этот момент я поняла, жизнь не будет прежней». Ну, вот какие-то такие фразочки, которые открываешь потом, а там обычный текст. Ну, бывает такое, да. То есть, например, тоже видела такой текст с заголовком, что «Сегодня я проснулась в постели с двумя мужчинами». В итоге выяснилось, что один из них кот. Ну, как бы, вот это клипбейт, это он. А ты вот считаешь, нормально такие тексты писать? Или всё-таки, ну, цель оправдывает средства именно в личном брендинге? Именно в личном брендинге это не самая лучшая идея, мне кажется. Это скорее вот для такого лайфстайл-блога какого-то, да. И просто для людей, которые, например, «Мама-блоги», да, вот разные вот эти вот направления, они в целом, мне кажется... А давай мы пусть вот про эти направления расскажем, потому что, мне кажется, не все понимают разницу между блогами, где есть «Лечитый бренд» и есть вот «Мамская история». Можешь свою концепцию, как ты это видишь? Ну, я бы сказала, что, по сути, у нас есть, например, изначально какая-то стратегия, да, развитие. Например, там, допустим, я мама, у меня есть ребёнок, я хочу этим делиться, но у меня нет какой-то экспертности в чём-то. Я хочу просто рассказывать о том, что, там, у меня болит, да, о своих каких-то проблемах, ну, обо всём, обо всём, во всём, что с вами происходит. То есть у меня нет цели, там, продать что-то аудитории, у меня нет цели, там, свой бренд как-то развить, да, сделать так, чтобы больше людей узнало о том, какая у меня там компания или что-то ещё. Вот. То есть здесь у меня просто цель как-то рассказывать о том, что у меня болит, тем самым немножечко породниться, что ли, с аудиторией, да, и потом, например, рекламу продавать в своём блоге. Вот. То есть аудитория будет, наверное, вовлечённая, да, если темы в моей голове совпадают с темами, которые их волнуют. Вот. Ну и, собственно, вот одна концепция такая. А другая концепция, если мы работаем уже как раз вот с личным брендом, да, если мы вещаем как эксперт уже, вот, то это другая история совсем. То есть здесь нам нужно внимательнее относиться к тому, о чём мы пишем, нужно помнить о том, что волнует нашего читателя конкретно, да, чтобы мы полностью своими постами, например, отвечали на его вопросы, на то, что у него в голове. Вот. Ну и здесь уже гораздо важнее проработать эту стратегию. Вот. Я вот согласна, потому что очень много тактически делают правильно, например, да, вот привлекают внимание к своим текстам, собирают много сохранёнок и комментариев, а в итоге личный бренд это сильно рушит. Меня, например, бесят, когда вот это розыгрыши денег. И мне кажется, для личного бренда это очень позорно, когда ты берёшь и говоришь подписчикам, типа, я скину 500 рублей на карту, 5000 на карту, неважно сколько, но вот поднимая активность не совсем таким корректным способом. Ну хорошо, смотри, у нас есть, соответственно, заголовки. Мы осознали, что, ребята, не надо делать заголовки, которые из разряда интриги расследования, если вы строите личный бренд. Лучше попытаться поиграться словами, но не врать. Дальше. У нас есть вопрос, ключевые фразы для привлечения внимания. Да-да-да. Ключевые, опять же, я бы сказала, даже это не то, что там фраза какая-то есть, которую я сейчас скажу, все напишут и у всех сразу активность поднимется. А скорее нужно отталкиваться от того, что вообще в мире происходит, от актуальных новостей каких-то. Вот сейчас, допустим, вчера какой-то срок самоизоляции примерно определили, да, там 12 мая, если я на эту тему что-то начну писать, ну вот, если я как-то в теме вообще, если, допустим, я какой-то эксперт, который как-то связан с политикой, там, с чем-то вот подобным, да, то, да, аудитория будет интересна, аудитория сразу поймет, о чем речь, вовлечется и начнет читать. То есть больший процент аудитории прочтет, если это актуальная тема. Или там вот тоже, да, сейчас ситуация с Рогиной Тодоренко, то же самое. То есть если начать пост с ее имени, то, скорее всего, начнут читать. Вот. А лучше смотреть эти новости на поисковых каких-то порталах, или вот как лучше информацию эту собирать? Можно, да, можно следить на какие-то... Можно просто открыть, условно говоря, там, Яндекс, я знаю, лента.ру, что-нибудь такое, Медуза, да, посмотреть, что актуального есть, ну, особенно если там часто мелькают какие-то новости конкретно вот из области эксперта, да, вот. Либо можно просто следить за какой-то новостной повесткой конкретно в своей сфере. В каждой сфере, как правило, есть какое-то СМИ, какое-то там лицо, которое много... Не много, вернее, а которое просто опубликует что-то злободневное, что-то, что беспокоит сейчас конкретно эту сферу, да, ну, вот что-то такое. Ну, то есть... Ну, то есть, а вот вообще, вот как ты вообще... Ты же в том числе из сайта деловского мира, это там все вот эти ключевые слова, которые нужно миллиард раз упомянуть для того, чтобы это все вам показалось. Вот в Инстаграме вообще есть история с этими ключевыми словами? Как-то все это индексируется или нет смысла? У нас там был вопрос про хэштеги. Не знаю, по-моему, я даже его удаляла. Но смысл в том, что вообще вот эта история ставить правильно хэштеги, ставить слова, чтобы потом тебя нашли по ключевым каким-то запросам. Это до сих пор актуально или уже это немножко уходит? Ну, с хэштегами они, конечно, сейчас работают гораздо хуже, чем они работали вот когда-то давно, да, но, тем не менее, в каких-то узких сферах они по-прежнему еще актуальны. Например, сфера какого-нибудь фейс-фитнеса, да, например, или там фейс-йоги. То есть что-то такое не сильно широкое, да, там, здоровье, там, здоровый образ жизни, что-нибудь такое, а вот именно узконаправленное, да, то, что прям не каждый первый эксперт в этом. Вот, и в таких сферах, да, в хэштеги по-прежнему они могут хорошо приводить аудиторию, да, они по-прежнему работают. Но на более широкую тематику они уже, конечно, хуже. Вот, и по поводу поиска тоже интересный момент, недавно узнала, как бы это не совсем, конечно, по теме копирайтинга, но, тем не менее, тоже озвучу, да, что в Инстаграме можно вставлять текст для невидящих, что ли, да, там какая-то есть версия для невидящих еще, вот, и можно вставлять в описании к фотографии, когда публикуешь пост, можно вставлять какой-то, ну, типа как хэштеги, да, ну, основную мысль, что ли, текста, да, который сейчас публикуешь. Вот, и говорят, что это должно тоже, да, повышать охваты. Вот, я это еще не пробовала, это вот буквально свежая новость, и, ну, интересно, интересно проверить. В общем, я тебе предлагаю это все проверить, потом написать пост, а мы всех будем агитировать к тебе, подписаться. Кстати, друзья, а я Дашу сказала, Даша, мы должны дарить подарки, но только за отзыв, вот, поэтому вы, мысли, которые, интересные идеи Даш сегодня вам делятся, вы их записывайте, я после эфира выложу пост, вы сможете написать туда обратную связь, вообще понравилось наше с Дашей чайпитие на тему копирайтинга или нет, а, соответственно, потом Даша уже подготовила подарок. Даша, расскажи, что это, это у нас список тем, как это правильно? Да, ну, это такая брошюрка, да, с темами, которые хорошо читают, которые надеются, вот, но полезная штука, которую вы сможете прочитать и использовать у себя в блоге. Вот, так что я лично всем отправлю, но за отзыв. Меня Руслан так научил, поэтому я теперь так делаю. Окей, тут вопрос про литературу. Вот, какую литературу можно почитать на тему копирайтинга? Потому что есть же копирайтинг профессиональный, где тебя учат именно правильно, вот, быть профессия копирайтер, да, вот, а у нас большинство людей строят личный бренд для себя, и им важно и актуально научиться это делать, вот, в режиме само, точнее, дополнение собственного блога. Вот, что почитать? Почитать, ну, в первую очередь, мне кажется, настольная книга просто для всех. Пиши, сокращай, Ильяхова, это, вот, Библия для всех, да, потому что очень много экспертов, вот, как раз про тему экспертов, да, если мы говорим, то очень много экспертов любят сложный язык, и это прям очень сложно искореняется. Вот, и книга Ильяхова как раз вот для них, для всех, чтобы сделать так, чтобы текст был удобоваримым таким для читателей. Вот, и вторую книгу я порекомендовала Петра Панду, «Тексты, которым верят» называется, вот, и там он тоже, в принципе, говорит о том, как написать текст живо, как сделать так, чтобы отличаться от конкурентов, да, ну, то есть, в общем, тоже вполне актуальная такая штука. Вот, ну, и в подкреплении к книгам я бы ещё сказала, что желательно, опять же, на первых порах особенно показывать свои тексты кому-то, кто в этом разбирается, вот, чтобы понять, насколько хорошо вообще-то применяешь, например, всё то, что получил в этой книге, да, потому что у меня уже не раз были такие истории, что, допустим, приходит студент какой-нибудь, да, на курс говорит, «Я прочитал то-то-то-то, вот список книг, всё умею, мне только структурировать знания, и всё, ну, классно, поработаем». А в итоге оказывается, что знания есть, но в навык они не превратились, да, то есть в голове, да, есть какая-то там структура, что нужно делать так, нужно там писать проще, нужно там много-много всего, вот, образами играть, но по факту получается, что человек всё равно усложняет, потому что он не видит этих ошибок, вот, и поэтому классно, если есть возможность кому-то тексты показать. Очень интересная мысль, мне кажется, сейчас многие могут начитаться, начать рассказывать, некоторые ещё преподавать, а в итоге это большая боль. Окей, у меня есть ещё вопрос тут из первого блока. Какие алгоритмы нужно соблюдать при написании текста? Алгоритмы. Ну, я бы сказала, что тексты — это не совсем про алгоритмы, история в целом, да, то есть потому что если бы был какой-то один отдельный там алгоритм, да, по которому бы все писали, то это было бы, ну, наверное, совершенно… Ну, наверное, давай про тексты для Инстаграма, например, потому что я помню, что у нас есть как минимум ограничения в объёме, у нас в конце, как я понимаю, наверное, нужно делать какой-то призыв к действию, но он должен быть не совсем такой прям топорный, ну, то есть всё равно же есть какие-то правила, а внутри уже ты можешь играться, правильно? Ну да, опять же, можно отталкиваться от того, какой текст мы пишем. Да, если это продающий текст, то там, да, там алгоритмы действительно есть, структуры там, да, то есть, например, там можно написать продающий текст по формулам определённым продаж. Там очень много, например, там мы находим больную мозоль, да, у клиента, вернее, ну, потенциального, да, клиента, у аудитории. Вот, на эту больную мозоль давим, потом говорим, что вот есть решение какое-то, предлагаем это решение, даём надежду и в итоге говорим, что, не знаю, записывайся куда-нибудь на курс какой-нибудь или покупай какой-то продукт. То есть это стандартные формулы продаж. Они строятся либо на боли, которую мы находим у читателя своего, либо, например, на образах каких-то, например, погружаем его в идеальный какой-нибудь мир, к которому он хочет прийти, в идеальную картину какую-то. И показываем, каким образом он к ней может прийти и как, например, наш продукт может ему помочь в этом. То есть, ну, по сути, если мы про продажи, то можно идти по формулам. Вот это как раз те самые алгоритмы. Если мы говорим, например, про истории, да, стори-тейлинг, тоже такая широкая тема, тоже можно найти алгоритм. Он называется «Путь героя», голливудский сценарий такой. И тоже, кому интересно, можете поискать, там очень подробно в интернете всё это дело расписано, как это работает. Вы просто продумываете сюжет какой-то, который происходит у вас внутри вот вашего поста, внутри вашей истории. И читателю интересно за этим следить, если там есть, например, какой-то конфликт, если там есть какая-нибудь какой-нибудь герой, там антагонист, да, или там не обязательно герой, просто что-нибудь, явление какое-нибудь, которое препятствует нам, да. То есть, ну, чтобы был накал страстей, чтобы было интересно за этим следить всё. Вот. То есть, опять же, вот всё зависит от типа текста. Вот. И там, если, например, мы информационный пост какой-то пишем, про алгоритмы, да, если мы говорим, то в информационном тексте можно, если это сложная тема, можно сначала там читателя погрузить проблему, да, какую-то. Допустим, у нас тема, ну, скажем, ипотеки, рефинансирование ипотек, что-нибудь такое сложное, что не всем понятно. Мы сначала просто знакомим читателя с этой проблемой, да, что можно с этим сделать, да, если вы хотите там рефинансировать ипотеку, сколько можно сэкономить, потом показываем какие-то вводные читателю, да, что вот это можно провернуть, если, например, у нас есть банк А, банк Б, там показываем, что как работает, и потом даём конкретную инструкцию, да, например, что нужно сделать, чтобы эту ипотеку рефинансировать. Пойди туда, напиши заявление там, подпиши здесь, заверь здесь. Вот. То есть, по сути, в зависимости от типа текста можно, как раз, эти алгоритмы подобрать. Вот. Мне кажется, что мы сейчас, там будут вопросы про некоторый, про стритейлинг точно будет, так что мы ещё подробнее про это поговорим. Пока вопрос, чем отличается написание текста для статьи, Инстаграм и сайта? Есть вообще различия какие-то? Ну, различия есть, опять же, зависит от сферы, да, эксперта или бизнеса какого-то. Вот. Потому что, например, если мы говорим про Инстаграм, то это, как правило, более такая разговорная подача, да, то есть разговорный стиль. Если мы говорим про сайты, то всё зависит вот как раз-таки от сферы, от ниши. Для кого-то тоже вполне приемлемо писать, так более легко даже разговорно, да, а для кого-то, например, наоборот, нужно писать таким сухим инфостилем, да, с примерами, понятно, но безо всяких там разговорных штучек. Вот. Поэтому нужно отталкиваться от этого. Плюс я бы сказала, что немножко могут быть разные задачи, да. Например, в Инстаграме у нас есть целевая аудитория какая-то, да, и мы с ней работаем. Мы подводим её к продажам, мы её вовлекаем, мы там свои истории из жизни рассказываем. Вот. И то есть у нас стратегия одна. А если мы говорим про сайты, допустим, да, то там стратегия может быть совсем другая. То есть там, допустим, если мы продвигаемся по SEO, то мы можем просто разные-разные статьи тематические публиковать для разной аудитории на разные сегменты, да, просто направленные. Вот. И там уже не обязательно соблюдать вот такую чёткую последовательность, например, постов, мыслей, да. То есть в Инстаграме мы всегда ведём цепочку какую-то, к чему-то ведём. Прогреваем, например, читателя и подводим его к покупке чего-то. Вот. Эта мысль очень важная. Я понимаю, что многие упускают это и пишут посты вообще без какой-то логики. И это просто уровень просто в голову пришло, я выложу. И вот это очень важно. У меня прошёл час, как я в Инстаграме сегодня сидела, у меня это напоминание выбивает меня. В общем, то, что ваш любой пост, он должен вести к какой-то мысли, к какому-то действию, к покупке, к какому-то тому, что вам нужно в вашем бизнесе. Поэтому я вас очень прошу, всегда задавайтесь вопросом, а зачем я это пишу? Зачем я это выкладываю? Какой эффект я хочу произвести на аудиторию, на человека, на, может быть, знаете, на конкретного человека? Но всегда должна быть цель. Окей. А вот тут вопрос. Как прокачать навык написания текста без каких-либо курсов? Реально ли это? Ну, реально, конечно, всё реально. Навык прокачивается, во-первых, понятно, книжки, да, вот мы про это уже говорили маленько сегодня. Это первый момент. А второй момент, чтобы писать хорошо, чтобы писать интересно, важно понимать своего читателя, да, свою аудиторию. Какие у него вопросы, запросы, что в голове у него. И вот от этого всего можно уже отталкиваться и писать тексты. То есть можно написать текст, например, там, на тему, там, допустим, у нас есть какая-нибудь больница, вот, и мы рассказываем, например, хотим прорекламировать аптеку, которая есть в этой больнице, и говорим, что вот там, давайте я расскажу вам про топ продуктов, которые чаще всего покупают в нашей аптеке. Читателю это не будет интересно, потому что, ну зачем? То есть это будет интересно, может быть, только самому владельцу, да? Вот. Но чтобы перевести это в разряд уже чего-то интересного для читателя, можно, например, сказать, допустим, топ-3 каких-нибудь средств, которые повышают иммунитет, да, и там иммуномодулирующих средств там в период коронавируса того же. Как похмелье. Ну вот, да. Вот. То есть перевести просто в разряд выгод для читателя, в разряд того, что его вообще реально интересует. Вот. И если вот всегда помнить о том, что его обеспокоит, что у него в голове, какие у него вопросы, то можно написать действительно интересный, хороший текст. Вот. То есть курсы, да, это хорошая штука тоже, да, но вполне, вернее так, даже там важно всегда помнить о том, какая у вас целевая аудитория и что ее беспокоит. Вот так я бы сказала. Согласна. Абсолютно. И пишут для себя, для родственников и так далее. А для личного бренда нам все-таки в первую очередь нужно помнить, что мы пишем для клиента. Окей. Как можно научиться, научиться с нуля писать интересные тексты? Вот вообще, скорее даже вопрос, как понять, что текст интересен, потому что, ну, ноль-то понятно, я не умею писать. А вот как мы поймем, что теперь-то у нас эффект есть? Ну, во-первых, по отклику, да, какому-то, то есть по тому же количеству комментариев, по там запросам в Директ, например, да, то есть это тоже вполне понятные такие вещи. Или по количеству кликов, опять же, если перейти на бизнес-профиль в Инстаграме. Вот, то понятно, сколько, например, было переходов по ссылке после прочтения поста. Если там изначально был один переход, а потом стало 15 переходов, то понятно, что есть прогресс какой-то. То есть, смотрите, правило. Начните все замерять, сделайте себе табличку. И вот какие-то главные критерии нужно смотреть, потому что если вы не будете это отслеживать, то вы не поймете эффект, на каком-то моменте сдуетесь и вообще все бросите. Тоже правда. Вот. В общем, просто можно вот таким образом это все дело замерять. Плюс, опять же, можно проанализировать, что делают конкуренты, да, например, у которых все хорошо получается. Посмотреть, проанализировать ни в коем случае, ничего там у них не копировать, но просто понять, на что лучше всего реагирует у них аудитория. Вот. И понять, как это можно применить у себя. То есть, как это наложить на свой продукт? Вопрос. Вот по поводу конкурентов. Я недавно просто это у меня... Я ее написала пост про Тодоренко. Написала его и смотрю, девушка, она занимается тоже личным брендингом, на нее подписана. Я с ней недавно познакомилась, тоже на нее подписалась. И она прям, знаешь, она не в слово в слово, она взяла смыслы и вот делала ровно такой же пост. Я понимаю, что это авторское право в текстах, оно же вообще абсолютно никак-то ничего не защитишь. И то есть, по сути, вот слова это, наверное, самое сложное, да, вот чтобы сохранить вот эту уникальность, нужно постоянно-постоянно новое что-то генерировать. Иначе никогда ты не докажешь, что это ты первый сказал. Правильно же так это выглядит? Ну, да, конечно. Но здесь тоже с этими копированиями что я могу сказать, что, например, человек один раз у кого-нибудь взял идею текста полностью, да, потом у кого-нибудь другого, потом у третьего. Вот. Но постепенно аудитория, она все равно понимает, что, например, вот ты ведешь свой блог, да, и у тебя есть определенная подача, есть какая-то последовательность мысли. То есть, понятно, что вот ты таким образом самовыражаешься, да, через свой блог. А кто-то, кто там подтырит, тот подтырит, получается, да, что у него выходит так, что немножко рваный такой контент, да, потому что нет какой-то структуры, что ли, во всем этом. И все равно аудитория, мне кажется, хуже вовлекается, когда, ну, видишь, что это не сам автор все придумал, додумал и подал. Вот у нас вот следующий вопрос, он как раз из этого очень хорошо вытекает. А вообще, как найти фишку-то свою именно в текстах? Потому что есть у нас правило, мы структурно можем что-то сделать. А вот какие вообще могут быть фишки в текстах? Это какие-то повторяющиеся слова, выражения, в чем можно сделать вот эту уникальность для человека, который только-только начинает? Здесь, скорее, тоже нужно отталкиваться от того, а кто мы, да, кто читатель-эксперт. Вот. Нужно понимать... Я тебе скажу, у меня чаще всего это психологи, это представители MLM-индустрии, это бьюти, вся история, это очень много туристических проектов. То есть, по факту, это предприниматели, микропредприниматели, самозанятые, которые почти научились уже писать что-то о работе, но когда они начинают писать о себе, они не знают, что писать, как писать. А про фишку это вообще уже, знаешь, какая фишка, что, какие фишки в текстах? Написал уже хорошо. Ну вот, да, можно отталкиваться от каких-то сильных сторон своих, опять же. Например, есть люди, у которых там просто искрометный юмор, да, и его можно тоже добавить к своему личному бренду, да, то есть, например, писать те же экспертные посты, но там с ноткой юмора. Почему нет? Это будет интересно. Особенно учитывая, что информации сейчас страшно много, да, куча блогов, куча экспертов, и все на какие-то плюс-минус смежные темы вещают, и человек будет выбирать скорее того, кто его чем-то зацепит. Ну вот, например, вот какой-то фишкой, например, юмором, да, своим. Или, например, ну опять же, нужно отталкиваться от аудитории, да, от целевой, кто этот блог будет читать. Кому-то, например, подходит, опять же, если мы говорим про мама-блоги там и все такое, да, подобные какие-то сферы, ниши, то там, может быть, человек будет такой весь белый, пушистый, да, какой-то весь супермилый, и людям это будет приятно, они будут приходить на эту страничку просто потому, что им нравится такая подача вся пушистая. Вот. А кому-то, наоборот, нравится что-то более жесткое. Вот. И можно просто исходить из-за подачи вашей, да, либо это будет с юмором, либо это будет, там, очень мягко, либо это будет четко, конкретно. Вот. Ну, то есть просто, ну, вот отталкиваться от чего-то такого. А ты считаешь, нужно сразу писать тексты в стиле... Вот я, например, начну и сразу начну материться в текстах, ну, как бы, знаешь, такое крепкое слово. Или нужно попытаться одно, там, типа, один раз что-то упомянуть, посмотреть, как аудитория поработает. Вот как бы надо сразу резко искать вот этот формат. Или ты мои сюсеньки, мои хорошенькие, сладенькие. Вот. Какой из двух этих вариантов больше подходит для тестирования своей фишки? Резко, чтобы прям люди почувствовали, в чем фишка? Или плавненько внедряют? Можно начать плавненько, но это скорее вот с той точки зрения, что вот сейчас, например, у нас есть какая-то аудитория, да, допустим, там, не знаю, каких-нибудь 20 тысяч человек, допустим. Вот. И мы пробуем на этой аудитории какую-то свою фишку, посмотрим, как она реагирует. Вот. Если они нормально, то постепенно мы можем это как-то усиливать, во-первых, да, а во-вторых, к нам же все равно будет еще протекать новая аудитория. И эта новая аудитория, она, возможно, отреагирует как раз-таки на там тоже крепкое словцо, которое мы используем, да. То есть, может быть, им это будет близко, им это будет нравиться, и больше людей будет подписываться как раз из-за этого, да, потому что они уже видят, что блог отличается от всех остальных чем-то конкретно. Вот. Но просто вот изначально для тестирования, чтобы не распугать кого-то, кто сейчас уже есть, вот, то можно постепенно все это дело вводить. Я бы так сказала. Хорошо. Засчитан ответ на этот гениальный вопрос. Так. Вот сейчас будет часть про продавать-продавать. Вот. Первый вопрос. Как продавать в тексте нативно, чтобы клиенты захотели купить? Мне кажется, там еще будут вопросы в стиле, а как продавать без так, чтобы люди не говорили купи-купи, а вот все равно покупали. Вот. Как продавать через текст? Вот пока в общих чертах давай поговорим. Да. Ну, то есть, вот, мы уже говорили маленько, да, сегодня про прямые продажи, про такие, когда мы можем просто, там, формулы какие-то продающие использовать и заинтересовать читателя, и в итоге что-то ему предложить. Вот. А можно по-другому. Можно мягче, можно через, допустим, истории, через, там, истории, например, о себе, да, о своих каких-нибудь путей. Допустим, пример приведу, да. Допустим, я хочу рекламировать какой-нибудь пятновыводитель, да, порошок, что-то такое самое простое. Вот. Я начинаю рассказывать историю, что вот, там, я, не знаю, такая растяпа все время, вот только надену какой-нибудь светлый костюм, да, и тут же я тут но себе посажу на этот костюм. Вот. И люди, получается, они, во-первых, понимают, что вот есть в этом человеке какая-то самокритика, да. Во-вторых, они понимают, что да ты такой же, как я. Это немножко сближает. И они читают этот текст, потому что, ну, им легко, интересно, да. Вот. И в конце я могу, например, сказать, что вот, там, пытаюсь теперь вывести пятно и попробовала, там, такое-такое средство, и вот это вот мне помогло лучше всего. То есть, по сути, нет какой-то прямой продажи, но через историю о себе я показываю, что, ну, там, есть какое-то средство, которое другие тоже могут приобрести, да. То есть, нет какого-то прямого призыва. Идите, покупайте, там, скидка огромная, там, прямо сейчас первым троим скидка, не знаю, что-нибудь такое, да. Этого нет. Вот. Но, тем не менее, желание может проснуться в человеке. Либо тоже можно через какой-то полезный экспертный пост это всё сделать, да. Например, у нас есть какой-нибудь курс таргетированной рекламы, допустим. Вот. И мы просто рассказываем, какие-то полезные фишки даём, да, по продвижению, как это сейчас работает, что как, там, например, 10 каких-нибудь реально рабочих способов. И читатель вовлекается в это всё. Он понимает, что, да, это классно, это интересно. Вот. И в конце мы, например, можем сказать, что если ты хочешь ещё глубже во всём этом разобраться и ещё 10 способов узнать, то, пожалуйста, регистрируйся на курс и там всё это дело разберём. То есть, у читателя не будет отторжения уже какого-то. Он поймёт, что он пользу уже получил, пользы получил много и может, получается, уже принять сам решение. Стоит ему туда идти, не стоит. У него не будет какой-то агрессивной реакции на это всё, да. Мы немножко снивелируем, что ли, вот это вот всё таким образом. Да, хорошая мысль. Слушай, тут у нас есть вопрос, как часто нужно выкладывать посты для того, чтобы и они читались. Ещё, кстати, знаешь, тоже вопрос логичный. Что мы считаем уже постом, да, вот именно текстовым? Какой объём, не знаю, вот иногда я смотрю на наших, у нас есть формат мастер-майнда в клубе факт-брендинг. И вот сегодня у нас был мастер-майнд девушки-любительницы цитат. Они вот выкладывают что-то и вот они ставят цитату. И вроде бы текст есть, а с другой стороны, является ли это текстом для личного бренда. Поэтому давай вот мы здесь тоже сначала разведём, что является текстом для личного бренда, а потом, как часто мы должны это выкладывать и как ты считаешь, нужно ли это разглавлять текстами, которые там цитаты, чужие тексты, просто информация из интернета или всегда там должно быть личное мнение? Ну, я бы сказала, наверное, это довольно субъективный такой вопрос, да, но тем не менее, вот с моей точки зрения, я думаю, что всё-таки стоит больше всё, любую новость, любую вообще вещь рассматривать как раз под призмой какого-то своего мнения. Опять же, чтобы отличаться от всех конкурентов, коллег, да, кто ещё есть на рынке, вот, чтобы люди сразу понимали, почему они конкретно вас считают, а не кого-то ещё, вот, чем именно вы им интересны. Вот, и по поводу цитат, ну, я бы сказала, что это так, не скажу, что это прям такой полноценный пост, да, который может сразу же там вызвать доверие к человеку, да, или там вовлечь его как-нибудь, вот. И я бы скорее сказала, что это какое-то дополнение, если там интересно, можно в сторис, например, опубликовать, но не в качестве там каких-то постов для формирования личного бренда. Вот, кстати, по поводу тоже картиночек всяких, да, с цитатами, не с цитатами, интересная сейчас фишка такая есть, можно публиковать пост не в теле, получается, да, как не текстом под фотографией, а прям вот внутри фотографии, да, как, например, делают «Медуза», может быть, видели, да, получается, они не пишут текст под фотографией, они пишут текст прямо на картинке, и там нужно листать карусель, вот, нужно листать карусель, чтобы прочитать пост, по сути, да, там, новостную сводку какую-нибудь. Вот, и это тоже такой хороший способ, опять же, продержать аудиторию дольше у себя на посте, да, потому что люди сильнее... Я просто вам покажу сейчас, я вот... Так, секунду. Про это же, да, ты говоришь? Да, да, да. Ну, то есть, ты щёлкаешь, и там вот текст. То есть, люди читают во многом... Ну, значит, не так, сами тексты, они могут читать хуже, да, но если это в карусели, то чтение можно... Да, да, то есть, там, по сути, они лаконично, ёмко описывают какую-нибудь проблему, например, вот, и читатель, он дольше задерживается на этом посте, если бы текст, например, длинный, он мог просто пролистнуть, и всё, то эту карусель он начнёт потихонечку листать, даже если он не дойдёт до конца, всё равно Инстаграм это вот поспримет как... Он же ещё когда-нибудь сохранёнку поставит, да? Да-да-да, вот, и для Инстаграма это, опять же, позитивный сигнал, что значит, ему контент интересен, значит, стоит продолжать читать. Вот, вопрос теперь, смотри, иногда я смотрю на вот посты в карусели, они могут выйти с заметок, да, вот из... на айфоне там какое-нибудь приложение. Вот ты считаешь, нужно дизайнера нанимать, чтобы вот эти тексты оформлял, или нужно найти какое-то приложение, или заметки это делать, вот как ты видишь, если мы берём этот совет и внедряем, вот как в Медузе. Ну, идеально, конечно, с дизайнером поработать, чтобы он хотя бы шаблоны какие-то сделал, можно было по этим шаблонам просто идти. Опять же, как и у Медузы, да, у них все они стилизованные, и когда ты попадаешь вот на их карусель, ты сразу понимаешь, что это они, даже если ещё не виден логотип их. Уже понятно. Потому что одинаковое оформление. И, ну, опять же, для личного бренда это хорошо, когда сразу можно определить, кого читаешь. Вот. Но если, например, там, без дизайнера, то как минимум через какое-нибудь приложение, через, там, канву, да, ту же, там, что-то вот такое, даже самое популярное, там тоже есть шаблоны, вот, и можно это дело использовать и попробовать что-нибудь своё сделать. Да, кстати, про канву вообще забыла. Она же существует. Канва — это сервис. Я сейчас напишу, как это пишется, потому что потом все будут спрашивать, что за канва. Очень удобный сервис. Да. Для того, чтобы начать. Там классное то, что почти невозможно испортить. Ну, конечно, некоторые люди всё умудряются испортить. Ну, ой, я вам пересключила на свою стенку. Нет, вернёмся в себя. Так, всё, я отправила. Как теперь мне это всё вернуть? Ладно, ок, всё. Я просто, видишь, обожаю Инстаграм прямой трансляции, потому что узнаю каждый раз много нового. Так, вот у нас появился вопрос. Объём, время написания поста имеет значение для того, чтобы читали. Нужно ли все эти 2200 знаков заполнять или нужно сделать половинку? Как ты вообще это видишь сейчас? Ну, всё, опять же, зависит от эксперта, от типа блога. Например, если у нас там какой-нибудь блог про ногти, то не будет там никто читать 2200 символов, скорее всего, если это не какой-нибудь суперактуальный интересный пост. Если мы просто там рассказываем про виды дизайна там или что-нибудь такое, ну, не будут люди сильно вчитываться. Поэтому там можно ограничиваться короткими какими-то постами, которые будут потихоньку там как-то увлекать аудиторию. Либо советы коротенькие давать по уходу, либо что-то ещё такое, да. А если у нас блог психолога, например, то там уже и на 2200 символов люди могут прочитать, если, опять же, если этот психолог угадал с проблемой, да, если он понимает своего читателя, да, что его беспокоит. И, например, я вот как читатель перехожу в блог к этому психологу и смотрю, что у него там заголовок, который прям вот по моей боли бьёт. Я понимаю, что да, мне это очень интересно, и даже если там будет там 4000 символов, я всё равно прочитаю его, потому что мне это актуально и интересно. Поэтому всегда, ну, вот важно отталкиваться от этого. Плюс, опять же, много зависит от автора, потому что кому-то сложно тексты даются, у кого-то они легко, например, идут, да. Кому сложно, есть люди, так я знаю, что которым сложно даются тексты, но они стараются, выжимают из себя эти там 2000 символов, чтобы аудитории было интересно, но в итоге получается, что текст такой затянутый, вымученный, это чувствуется. И вот в этом есть большая проблема. Как раз если вы не любите, например, так сильно там писать, размазывать мысли, лучше напишите лаконично. Пусть это будет два абзаца, но они будут хорошими, бьющими в цель, и этого будет достаточно. Но, опять же, важно отталкиваться от своей ниши. По поводу длинных постов тоже кто-то говорит, что, например, если написали пост, и он получился длиннее, чем на 2200 символов, например, и приходится прятать в комментарии, в карусели, да, продолжение, то вроде как не читают это всё. Но, опять же, зависит от темы текста, от того, насколько аудитория вывлечена, насколько ей интересно читать. То есть, если не влез этот текст, да, и тема действительно какая-нибудь очень актуальная, и там дальше в этой карусели тоже есть какое-то продолжение, которое будет читателю очень интересно, то он перейдёт, он будет листать, он будет читать, и там тоже. Но, если аудитория ещё не вовлечена, если, ну, либо просто не очень вовлечена, то всё-таки желательно укладываться вот в этот объём символов, которые нам даёт Инстаграм. Можно писать меньше, можно писать, ну, на 2200, но тогда уже без продолжения в этих каруселях. Вот, вопрос по поводу вот этой карусели и первого комментария. То есть, если выбирать между двумя этими пунктами, ты рекомендуешь карусель, правильно? Да, потому что, ну, раньше, например, в Инстаграме было так, что открываешь комментарии под постом, и там всегда возвечивается первый, и там можно было продолжение разместить в комментариях. Сейчас не так, сейчас же там какая-то своя система ранжирования есть этих комментариев по самым интересным, там, да, или там по количеству подписчиков у человека, который оставил комментарий, в общем, это вперёд вылезает. Вот, и получается, что если автор оставил продолжение в комментарии, это продолжение может оказаться где-нибудь в середине этого списка комментариев. Комментарии в 150, в 80-м идёт продолжение, то есть никто не будет долистывать. И поэтому, конечно, лучше тогда уже размещать это всё в карусели. И, кстати, вот здесь, как ты уже говорила, некоторые фотографируют в заметках у себя что-то и размещают. Здесь это, ну, уже приемлемо, если это так, если это продолжение текста. То, что, да, хорошая мысль. У нас тут ещё вопрос, а как понимать и узнавать мысли и потребности читателя? То есть мы про это говорим, а как это понять-то в итоге, а? Хорошо. Волшебную таблетку скажи нам. Ну, во-первых, если есть уже клиенты, да, какие-то, то можно просто прозвон какой-то устроить или встретиться с ними, поговорить, поспрашивать, что у них вообще, кто они такие, чтобы у нас какой-то образ уже появился. Вот. Потому что если были клиенты, то мы понимаем, что есть определенная категория людей, которые у нас покупают. Значит, вот на таких мы можем равняться, для них мы можем писать. Вот. Если, например, нет такой возможности, или там не было ещё клиентов, если кто-то только начинает, вот, то можно просто открыть, допустим, Инстаграм-профили конкурентов или кого-то в смежных нишах, у кого такая же примерно аудитория, да, как у нас. Смотрим, о чём они там спрашивают, что их беспокоит. Потому что, например, если какой-нибудь экспертный пост выходит, то, как правило, люди там какие-то вопросы задают. Или эфиры прямые тоже. Что спрашивают люди на эфирах у конкурентов? Смотрим, понимаем, что у них в голове, и примерно выстраиваем тогда свою стратегию, основываясь вот на их вопросах каких-то, да, на том, что у них, что их беспокоит. Плюс там даже форму какие-то можно открыть. Даже если отойти от Инстаграма, можно открыть какой-нибудь ВКонтакте, например, да, и там переходить прямо на странички людей, смотреть, какие у них интересы, да, там, больше информации. Можно посмотреть там, изучить, что они слушают, зачем они следят. Ну вот всё-всё-всё вот это. Если в Инстаграме, то посмотреть, на кого они подписаны, что им интересно. И постепенно, получается, можно понять, выстроить для себя какую-то систему, да, что это за человек, что его беспокоит, и что полезного я ему могу дать, чтобы он со мной остался. Вот так. Вот тут подсказывают про Wordstat. Ну, Wordstat тоже, да. Wordstat тоже. То есть это больше про то, что вообще волнует людей в сфере вашей, да. То есть, например, это больше не про то, как понять свою аудиторию конкретно, своего вот этого человека, а про то, что вообще людям интересно, например, там, по теме, не знаю, психологии или по теме насосов каких-нибудь. Можно там ввести ключевые слова и посмотреть, какие... Ну, что люди ищут в поиске? Так, у нас, я вижу, осталось всего 15 минут, у меня ещё есть вопрос, так что продолжаю. Как выстраивать посты в сторителлинг? Как можно подать свою экспертность через сторителлинг? Ну, вот про сторителлинг, про сюжет маленько мы говорили уже, да, про то, что там есть, например, вот этот сюжет, стандартный голливудский, да, сценарий, путь героя. Тоже, кому интересно, можете посмотреть. Я сильно сейчас на нём останавливаться не буду, но просто это вот стандартный сюжет, когда вот эти взлёты, падения, всё-всё-всё. Если вы это сможете внедрить в свою историю, то это будет интересно читать. Первый момент. Второй момент, опять же, в историях, чтобы они казались более живыми, более интересными, важно использовать больше деталей каких-то, больше образов, да. Если мы, например, рассказываем историю про какую-нибудь даже там бизнес-сделку свою, да, здорово упомянуть, какая в этот момент была погода, там, какого цвета, условно говоря, были там глаза у партнёра или что-то ещё. Чтобы читатель ярче представил вообще себе всю эту картинку. Даже если это не, там, история из книги, даже если это история просто вот про сделку. Потом можно быстро привлечь внимание читателя этой истории, если мы начнём не откуда-то издалека, а мы начнём прямо вот с самого мяса, да, с самой середины. Сразу, например, будем... Не будем, знаете, как в книгах иногда бывает, какое-нибудь начало такое, что корабли ходили из давани, там, что-нибудь такое. Ну, это не факт, что будет интересно людям сразу же читать. А если мы начнём с того, что, там, например, чёрт, ты можешь аккуратнее что-нибудь там делать, да, то людям будет интереснее читать, они сразу поймут, что они находятся в гуще событий, и они продолжат. И им сразу понятно, что это какая-то история, что-то живое, яркое, интересное. Вот. А если мы рассмотрим это с точки зрения бизнеса именно, да, там, построение личного бренда в том числе, то я бы разделила так. Можно написать, например, историю, биографию, да, которая могла бы как-то вовлечь в нас, показать путь развития. Вот. Это всё. Можно рассказать, например, историю из жизни какую-то свою, не обязательно про своё становление, просто про какие-то события, да. Это познакомило бы нас ближе с читателем. Это то же самое, как, например, допустим, мы смотрим телевизор, видим там Ивана Урганта, например. И мы понимаем, что это вот какой-то человек, который от нас далёк. Вот какой-то там звезда, да, недосягаемый и так далее. А потом мы открываем Инстаграм, внезапно появился Инстаграм, у Ивана Урганта он есть, например, да, мы заходим к нему на страницу, а там он показывает, например, как он, не знаю, играет с детьми, выбирает кроссовки и там ходит на пробежки. И получается, что мы становимся ближе к нему, мы понимаем, что он такой же, как мы, что просто это сближает, да, и это позволяет в том числе, опять же, выстроить более доверительные отношения и впоследствии больше вовлечь аудиторию, чтобы потом прогреть её, что ли, сильнее, да, подвести к продаже, к чего-нибудь, например. Вот. Можно использовать истории клиентов своих, как кейс, что ли, да, организовать какое-нибудь и рассказать, что вот там ко мне пришёл такой-то человек с таким-то запросом, я ему помог так-то, то есть просто через историю подать кейс. Это тоже будет интересно, и это, опять же, поможет и экспертность свою подчеркнуть, вот, и доверие увеличить, то есть читателю это будет тоже интересно, особенно если у него какая-нибудь схожая проблема, как у человека, про которого мы пишем этот кейс. Вот. И ещё я бы сказала, наверное, про личный опыт какой-то. Вот. То есть если у нас, например, опять же, мы решаем какую-то проблему не в формате кейса, да, а просто вот что-то с нами случилось такое, и мы это рассказываем в формате истории, как это было, что я предпринял, чтобы это изменить, то есть это тоже такое ответвление какое-то от полезного контента, вот, и это тоже помогает показать себя как эксперта. То есть, в принципе, storytelling, он и в личном бренде, и во всём этом тоже имеет место быть. Ну да, весьма логично. Слушай, вот у нас есть вопрос интересный. Если у автора поста несколько целевых аудиторий, которые могут различаться радикально по одному или нескольким признакам и болям, следует писать универсальные посты или чередуя публиковать более яркие для одной ЦА? По поводу аудиторий. Я бы скорее сказала, что если есть, ну вот прям радикально какие-то разные там эти аудитории, да, полярные совершенно, то желательно всё-таки их тогда распределить на разные площадки. Например, там, Инстаграм ввести для одной аудитории, а там, скажем, Фейсбук для другой аудитории, или там на сайте тексты писать для другой аудитории. Вот, то есть, если мы будем прям распыляться сильно, да, например, там, один пост мы будем писать в Инстаграме для аудитории, которая там творческая, допустим, у нас там школа английского, да, и мы пишем один пост для айтишников, а следующий пост для художников, то люди не поймут, в чём дело вообще, потому что айтишнику будет интересен первый пост, да, но во втором посте он поймёт, что я здесь делаю вообще на этой странице, наверное, это не для меня, и всё, и он может отписаться, уйти и перестать следить. То же самое с художником может произойти. Поэтому даже если они будут чередоваться, то, ну, всё равно можно в какой-то момент потерять внимание человека, потому что он понимает, что здесь не всё для меня, здесь как-то вроде как для всех, вот, и поэтому лучше всё-таки сегментировать как-то. Понятно, что у кого-то может быть широкая такая целевая аудитория, да, которую можно там разделить на 5-10 сегментов каких-то. Вот, если сегменты аудитории, они прям честно соприкасаются друг с другом, у них прям много общего, то можно, например, на два сегмента вести сразу свой Инстаграм. А если вот они, как я говорю, там один айтишник, другой художник, то всё-таки объединять нежелательно, чтобы не потерять внимание. Интересно. Слушай, вот у нас последний вопрос, он, наверное, даже скорее вопрос-резюме от того, что мы сегодня говорим. Как писать текст незанудно и легко в восприятии? Мне кажется, мы весь эфир об этом говорили, как раз у нас сейчас осталось чуть-чуть времени. Напоминаю, кстати, друзья, что я выложу сейчас пост, чтобы вы могли оставить свои отзывы о сегодняшнем эфире, и вы получите список тем, на которые для личного бренда будет очень полезно в вашей ленте, чтобы вы писали. Поэтому это вам такое. Ещё раз напоминаю. В общем, давай, Даша, сделаем резюме, о чём мы сегодня говорили, отвечая на вопрос, как написать текст незанудно и легко в восприятии. Ну вот про незанудно и про интересно для читателя. Мы говорили о том, что важно понимать свою аудиторию целевую, что у них в голове, что у них болит, чего они хотят. Если мы это поймём, если мы сможем в эти потребности чётко вить, то это будет уже точно интересно. Про незанудно. Опять же, многие боятся простого языка. Это тоже большая такая проблема, потому что людям кажется, что чем умнее я это сформулирую, чем сложнее, тем это будет смотреться умнее. И люди поймут, что я действительно эксперт, я разбираюсь в этой теме. Но фактически это не так, потому что люди могут просто запутаться и уйти с этой странички на какую-нибудь другую, перелистнуть пост. Но важно не бояться писать просто. Кому прям сложно это всё даётся, можно вообще взять диктофон, записать себя на диктофон, мысль свою, сформулировать какую-то идею, о чём пост я хочу написать, и наговорить это просто на диктофон. А потом включить и переписать. И получится простой, понятный язык, такой, каким бы мы пообщались, например, с другом со своим, с кем-то рядом с нами. Мы же не общаемся с теми, кто вокруг нас, вот таким сложным, заумным языком. Мы, наоборот, стараемся более понятно подавать мысли. И вот то же самое в тексте. То есть читатель — это такой же человек, друг, который находится рядом с нами. Поэтому можно вот такую фишку применить и научиться таким образом писать более просто. В общем, важно не бояться звучать слишком как-то несерьёзно, просто. И наоборот, стараться стремиться к тому, чтобы подавать информацию понятным для читателя. Вот. И что ещё могу сказать? Важно не превращаться в учебник, да? Потому что тоже есть у многих такая проблема, что мы просто пишем что-то как в учебнике. Сделай так, делай так, и всё, больше ничего. Как бы, с одной стороны, это показывает экспертность, с другой стороны, это не вовлекает читателей, не знакомит ближе с вами. Поэтому здорово преподносить информацию как-то через призму своего видения, да, и перемежёвывая это с какими-то постами, опять же, историями, с тем, что вас будет раскрывать как эксперта, как человека. Слушай, очень круто. Мне кажется, я сама инсайты сегодня словила. Я прям понимаю, что можно внедрить. Я сама хочу этот список. Поэтому даже я тебе говорю, что это очень классный прямой эфир. Я его ещё скачаю, добавлю на свой YouTube-канал, чтобы можно было его пересмотреть. Мне кажется, что, ребята, давайте поставим сердечки, кто у нас сейчас в онлайне, чтобы насколько сильно вам понравилось то, что Даша вам рассказала. Вот кто инсайты поймал, я сейчас выложу пост. Вы там пишите обратную связь, благодарите Дашу, подписывайтесь на Дашу. Я думаю, что у нас в факультете продюсирования предпринимателей по-моему, третий месяц, или нет, четвёртый месяц посвящён текстам. Так что, Даша, я тебя приглашу, мы что-нибудь интересное сделаем совместное. Спасибо тебе огромное. Я считаю, что это было очень-очень круто. Благодарю тебя. Спасибо, Катя. Спасибо всем, кто сегодня с нами был. Отлично. Тогда всё, я сохраняю эфир, чтобы мы всё это точно смогли скачать. Всё, Даша, спасибо. Пока-пока. Друзья, ну всё. Всем спасибо за ваши сердечки. Выкладываю пост, пишите отзывы. Всё. Обнимаю. Субтитры создавал DimaTorzok